Привет, друг! С тобой Айван. Мы продолжаем играть на сервере RedMir, второй сервер, всё как всегда. И сегодня я вам расскажу, как я купил себе новый бизнес, продал старый, какой у меня был старый. Также посмотрим на зимний мод, который добавила команда разработчиков RedMirMTA, и переоденемся. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел сказать, что на этом сервере у меня свой личный промокод, который находится в описании ролика. Если ты ещё не играл на этом сервере, то при регистрации вводи именно его, и при достижении третьего уровня ты получишь 20 тысяч долларов на свой баланс. Вот эти игроки уже ввели и получили свой бонус, так что не пропускай и ты его. Знаешь что, пацаны, после выпуска ролика топ-13, но по факту 14 багов, лайфхаков, недоработок, фишек на RedMirMTA, я думал, что меня забанили, ну я, вернее, не думал, я думал, что меня не забанят, а многие игроки думали, что меня забанят, вот. Я на всякий случай перестраховался и продал свой бизнес. Если ещё у меня был бизнес на, сколько там, на 9-100, вроде чистые выплаты, да. И как я его вообще покупал, как его продал, можете посмотреть прямо сейчас. Так, пацаны, приехали покупать Белякова бизнес. Ничего себе у меня табла, ничего себе у меня бизнес будет, модный, конечно. Короче, покупаем его за 4400, инкассация такая, чисто приехал с калашом решать вопрос, вернее, это не калаш. Да ладно, ещё YouTube забанит за это. Беляков, давай, предлагай 4400 и погнали. Я надеюсь, не нужно будет ехать. Он что-то мне будет писать в ВК или чё? 229, получается, да, 9-100. Погнали. Так, пацаны, покупаем бизнес за 4400, охренеть. Ладно, благодарю. Супыса. Это бизнес выходит на сколько? На 9000? Ну, выходит где-то, да, 9-140. Теперь у меня такой вот бизнес, нигера. Нормально, нормально. Думаю, бизнесовые дела, очень опасные дела, потому что у некоторых игроков тупо нет денег. Вот, купил я бизнес, как вы знаете, у Белякова. Я, походу, купил по оверпрайсу, хотя, если эти цены были ещё летом, это вообще нормальные цены. Типа, сейчас осень, и это, цены вообще упали. Я брал бизнес 4400, это было по рынку, даже, можно сказать, типа низ и рынка. Сейчас они вообще там до 3.8, дропнули до 4. Сейчас опять поднялись, короче, максимально непонятная херня. Вот, и для того, чтобы я случайно не улетел в банк за тот ролик, который вы уже видели, это топ-13. Там, по факту, топ-14 багов, фишек, вот этих всех. Вот, недоработок. Я сливаю бизнес. Ну, купил я за 4.2, а продаю за 4.2. Ту, я купил за 4.2, купил за 4.4, а продаю за 4.2 150. Короче, на 150 тысяч в минусе. Конечно, эти 150 тысяч мне накапали, и там накапало немножко даже больше, но всё равно как-то обидно. Типа, ведь я всегда покупаю по низу рынка и всегда окупаюсь, как бы продаю по верху рынка. Вот, это будет, конечно, фиаско, если солью и меня не забанят. Потому что я сливаю для того, чтобы меня не забанили на всякий случай. И чтобы он не слетел, а то тогда будет вообще обидно. Так, снимем ещё с баланса, забрать доход. Чиназос. Пополнить, продать, продать. Игроку 84. 4 миллиона 250 тысяч. Раз, два, три. Где-то вот так. Погнали. Благодарю. Ну всё, теперь бизнес официально не мой. 5400 у меня на балансе. И если меня не забанят, то в следующей серии мы купим битс там уже за 10 тысяч выплаты. Тысячный так на 12-15. Тиназос. Да, но после того, как я продал этот бизнес, я подождал буквально дня два. И меня ещё не забанили. Я такой понял, что меня не забанят. И решил прикупить себе новый бизнес, о котором я так долго мечтал. О, кстати, к нему сейчас работает инкассатор. Этот бизнес находится прямо здесь. Дориэль, тебе большой привет. Вот. И я прикупил, как бы, вот такой бизнес. Этот бизнес находится возле автобусов ЛВ. Вот. Вот он, как бы, баланс бизнеса у меня. 36 тысяч. Давайте заберём. Всего лишь три дня на серв не заходил. 13310 доход в сутки. Расход косарь. То есть, 12300 чистыми. И купил, как мне кажется, я его очень выгодно. А как я его покупал, можете посмотреть, в принципе, дальше. Что-то у меня уже два биза было в ЛВ, два биза было в ЛС и ни одного в СФ. Окей, где-то здесь, возле Ошана, как не говорил, флейки здесь. А, серьёзно, это этот бизнес слетел у него? Стоп, реально, это этот? Он же его с госа словил. Офигеть. Ну, нормально так пацан бабла поднимет. Типа, вот, пять даю. И едем в СФ, у меня домик есть, я ещё 500 накину. Я за него слово держу. Семья, ебать. Семья. Мы сегодня холан даряем. Личко. А, серьёзно? Пять лямов. Улетело. Ну, всё, пока. Ладно, поехали. А, легендарный Хуракан, как он просто стелет, реально. Типа, зелёный Хуракан перфоманты едет, значит, это Эван едет, пацаны. Ну, ещё домик за 500 прикуплю. Вот это я, конечно, по вверх прайсу всё сегодня беру. На, нахуй. Про текстуренный, шо пипец. Так, 13100, расход косарь, 12300. Флаки Малибу, до связи, да. Ну, чё? Флаки Малибу. Флаки Малибу, нихера. Короче, вот такой бизнес, пацаны. Теперь имущество. Ой. Имущество. 12300 в день. Ещё банк опять. Ну, 17000 в день выходит. Вот так я его купил за 5,5. Мне кажется, это адекватная сумма, потому что за 5,5 мне предлагали 10 тысяч выплаты. Там 10,5, 11 максимум мне предлагали за 10. За 5,5. За 5,2 это край был, да. Даже 5,3 был край. Но я купил за 5,5 на 12,3. Мне кажется, это очень выгодно. Прям очень. Но хотя с этими ценами, что сейчас на сервере, я фиг знает, потому что летом они стоили намного дороже, чем сейчас. Многие задают вопрос, типа, стоит ли покупать бизнес. Конечно, стоит. Если у вас есть фулл банк, например, как у меня 500 тысяч, он мне каждый день переносит по 5 тысяч долларов. Также, если у вас есть лишние бабки, можно сказать, мертвые, которыми вы не пользуетесь, не покупаете тачки, либо вы уже купили тачку, и у вас просто есть лишние бабки, тогда лучше выкладывайте их в бизнес. Как я считаю, нужно покупать хотя бы минимум от 5 тысяч долларов в день, то есть 5 тысяч чистой выплаты, он стоит где-то 2 ляма. Если там 2 тысячи, 3 тысячи, они там что-то лям с чем-то стоят. Но они не особо выгодные, как бы, да. Если уже брать, то минимум на 5. И получается, что у вас в каждый день выходит по 10 тысяч, и множите на 30 дней, и выходит в месяц 300 тысяч. У меня выходит бизнес на 12 300, плюс 5 тысяч с банка, и на 30 дней это выходит 520 тысяч в месяц. Это только один бизнес. А вообще, мечта моя, это собрать хотя бы 2 бизнеса по 20, по 30 тысяч выплаты в фулл банк. Конечно, они там по 15 лямов вроде стоят, я не знаю, когда я эти деньги соберу, или на этот, на скреб просто реально. То вообще можно, как бы, забыть про все, про переку, про все. Может просто позволить себе все. То есть у тебя будет где-то 65 тысяч чистой выплаты в день. То есть в месяц у тебя будет 2 ляма. А теперь, я думаю, можно посмотреть на зимний мод, как я был вообще в восторге, мне кажется, когда первый раз увидел. Хотя это они уже не первый раз добавляют, но для меня будет первый. Афигеть здесь менюшки после нового года добавили. Конечно, это, наверное, каждый год это добавляет. Хотя я в прошлом... Ох, ебать, здесь локация. Конечно же, я в прошлом году заходил. Ну, как бы, я вообще играю с 2017 года, да? Подожди, F2. Сейчас скажу, когда я аккаунт зарегал. 29 декабря 2017 года, вот. Тогда еще такой херни не было. Мы, возможно, в прошлом году или позапрошлом добавляли такую зиму. Но этот раз это прям топ. Ты посмотрите, какие менюшки, какие деревья, какие гирлянды. Ну, у меня, конечно, влагает тоже. Кстати, не на всех авто добавили вот этот снег на лабаш. Снег на тачку. Походу, еще не все оптимизированы. Конечно, это все прикольно, что они добавили. Но FPS у меня жестко проседает. Хотя у меня комп... Ну, вроде для МТА должен подходить этот 1050 для на 2 гига. Да, да, смешно самому. И Айс 7. Вот, здесь Дед Мороз. Уже 2022 год. Серверу 5 лет скоро будет. Офигеть, Дед Мороз, здорово. Нормально, я ему так по плечу чисто стою. Офигеть, он большой. Можно мне это? Бугатти, пожалуйста. Ага. 2022 год. Это капец. Ёлка здесь такая красивая. Кстати, я не хочу ничего говорить. Привет, да, Браун. Или как его? А, Роун. Я не хочу ничего говорить. Но в прошлом году уже не было здесь этого БУ. Не было здесь ёлки. Знаешь, это новая получается. Да-да. Не, ну здесь локаются вот эти столбы с гирляндами. Мне капец как нравятся. У тебя что с рамкой? Реально. Она темнее стала. Лоу. Так. И здесь, если я не ошибаюсь, добавили сцену. Как бы. Вот тут. Значит, есть на БУ. И здесь есть сцену. Хера себе здесь забор поставили. Уже не было. Да. Короче, фильмы. Теперь мы... Хотя посмотрим. Бля, вот здесь такой заезд офигенно. Сцена Ямай. Здесь ёлка большая. Да. Радмир. Радмир. 2022. Мэри Крисмас. Хэппи Крисмас. А почему? Почу. Хэппи Крисмас. Вон ещё врубилась эта херня. Реально. Подожди. Хэппи Нью Йер. Это что? Караокки? Это что? Офигенно. А можно уеду? А всё. Она, походу, для каждого врубается, да? Если сейчас подъеду. Реально, он Ютуб врубается. Я так понимаю, здесь на Новый год что-то будет происходить, как было в прошлом году, если я не ошибаюсь. Типа админы собирали, там что-то говорили. Не помню. Всё честно. Кстати, столбы разные. В СФ не такие были, как здесь. Прикольно, реально. Вот реально прикольно. Ну, а в принципе, на этом всё. Вот такой дёс вышел. Я надеюсь, тебе он понравился. Если это так, нажми на лайк. Помоги продвинуть этот ролик в топ. Также не забывай про подписку на канал. Ведь наша цель. 3,5 тысячи подписчиков к Новому году. Осталось всего лишь 28 дней. И 100 подписчиков. Так что я над вас надеюсь. Давайте сделаем это вместе. Присоединяйся ко мне в братву. Не выезжай на встречку, как этот пацан. Также нажимай на колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первыми. Никогда их не пропускать. Ну, с тобой был Левен. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока-пока.